Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу обозрения московских храмов. Это улица Академика Скрябина. Ну и сейчас последний храм в районе Выхина, на котором находится. И называется он Храм Блаженной Ксении Петербургской на Кузьминском кладбище. Находится он тут несколько в глубине территории. Но на самом деле находится он не на кладбище, а находится он около кладбища. Поэтому более правильное название было бы не Храм Ксении на Петербургском кладбище, а Храм Ксении у Петербургского кладбища. Потому что считается как бы Храм Кладбищенский, но на самом деле он никакой не кладбищенский. Он, в отличие от многих других, которые действительно находятся на территории кладбища, некоторые из них уже посмотрели, а он находится около. И он обычный приходской храм. Небольшой, правда, но приходской. Вот это общежитие дорожных рабочих, тех, кто благоустраивает Москву, там находятся за этой бетонным забором автобаза. Ну и в целом такое ремонтное управление, типа жилищника, короче говоря. А по той сторону там находится бывшая академия коммунального хозяйства, но она уже давно не работает. И там сейчас тоже всякие какие-то конторы, автосервис, типа стоянка такси, офисы всякие и так далее. Пинбольная площадка вроде, ну, может и нет уже, ну, была. Короче, там тоже большая территория, ну, такая вот она. Ну и видите, здесь очень приятно пройдись по такой аллее, где сохранились такие еще настоящие деревья, которых раньше в Москве было много. И вот таких аллей тоже в Москве было много, почти все улицы были такими. И вот идешь и среди такой тишины деревьев высоких, настоящих, да, и даже в жару довольно прохладно. Вот, ну, здесь вот они сохранились. Вот он храм Ксении Петербургской, который был построен в 2006 году. То есть храм современный, ну, а вообще говоря, здесь когда-то стояла еще деревянная церковь. Я имею в виду, когда-то, это в смысле в конце 90-х годов она еще была построена. Не в смысле там давно когда-то, нет, ну, тоже относительно новая, но она сгорела. И вот после этого уже вместо деревянной построили вот эту кирпичную церковь в честь Ксении Петербургской. Ну, Ксения Петербургская довольно известная святая, жила она в 18 веке, собственно, в Петербурге, поэтому Петербургская. Ну, и несла такой подвиг иродство ради Христа. Вот, то есть выдавала себя не за то, какой она есть, после того, как муж у нее умер в раннем возрасте. И она решила посвятить после этого всю жизнь, свою жизнь Богу, чтобы и самой, так сказать, как-то спастись. Ну, и мужа тоже отмолить, потому что он умер, так сказать, неожиданно, внезапно. Ну, вот, и, соответственно, многим людям она помогала. Ну, такой храм довольно красивый, хоть и небольшой. Ну, в принципе, обычный приходской храм. Третий по счету, ну, собственно говоря, из трех. Три из трех, да. Третий храм. Главное, это, конечно, в Кузьминках, которые в Лахернской иконах. В прошлый раз я о нем рассказывал. Второй храм это на Самаркандском бульваре. Третий вот этот вот, около Кузьминского кладбища Ксении Петербургской. Здесь есть несколько икон Ксении Петербургской. Иногда служатся акафисты, молебны проводятся. Вот одна из икон. Тоже рядом он еще иконы. Так что вот очень она многим людям помогла, предсказала их судьбу. Их как будто вразумила, как будто на что-то наставила, как будто помогла каким-то советом. И очень, конечно, в этом отношении, так сказать, ее люди всегда любили. Ну, и, собственно, и любят. Хотя уже нет ее на земле, но все время к ней обращаются. Наряду с Матроной Московской. Ну, Матроны в Москве, да, вот. Соответственно, Ксения, она такая считается, как небесная покровительница. Даже всего Петербурга. Ну, и там же она и похоронена на Смоленском кладбище. Ну, вот. И вот, собственно, такой вот храм. В принципе, открыт он каждый день. В общем-то. Но службы там по расписанию тоже можно, естественно, посмотреть. Небольшой такой храм. Считается, как тоже в таком древнерусском стиле. Вот. Ну, а, собственно, кладбище находится вот там. То есть оно не здесь. Как видите, тут никакого кладбища нету. А, собственно, Кузьминское кладбище, или еще Новое Кузьминское, если более правильно сказать. Потому что, на самом деле, раньше еще Кузьминское, или Старое Кузьминское, оно находилось, ну, вот, недалеко от той вот Лахерской церкви, да, Икона Божья Мать. Там около Конного двора. То есть на территории, фактически, усадьбы Кузьминки. Вот. Ну, а потом мы его там ликвидировали. И основали здесь уже в 1356 году. Вот это вот, так называемое, Новое Кузьминское кладбище. Ну, поскольку старого уже нет, то, собственно, называют обычно не Новое Кузьминское, а просто Кузьминское. Ну, такая, кстати, территория довольно, в принципе, большая. Ну, там, конечно, особо не с контактами разгуляешься. А здесь вот такая аллея, еще раз повторюсь, довольно приятная. Ну, вот, кстати, звонится. Видите, колокольня? Она находится отдельно. Маленькая такая небольшая колокольня. Киоск закрыт. Почему сейчас сойдет киоск? Как я заметил, на территории храмов, они почти всегда закрыты. Если раньше, наоборот, продавались выпечка туда. Ну, и просто какие-то товары. То сейчас почему-то вот эти киоски, они все закрыты. Ну, я так понимаю, что плохо, видимо, берут продукцию, потому что она довольно дорогая. Все-таки с наценкой, тем более сырковной. Ну, и, в общем, как-то, видимо, из-за этого и закрывает. Смысла нет держать, потому что, в принципе, тем более скоропортищиеся продукты, те же какие-нибудь там пирожки всякие, молочные продукты, они же довольно быстро все-таки портятся. Ну, вот это вот вход, собственно, на территорию кладбища Кузьминского. В 1956 году она работает. Ну, в принципе, как бы, там сейчас уже не хоронят. Ну, если официально, но неофициально, сами понимаете, за миллионы рублей можно, конечно, договориться и похоронят. Могут где угодно, но разве что, может, кроме Лаганькского, уж тем более Новодевичьего, а так, в общем, везде. Были бы деньги, как говорится. Ну, там, конечно, нужны очень большие деньги. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok